Всем привет! Меня зовут Виктор Олефьев. В этом видеоуроке мы поговорим о приёмах и техниках, которые использовали великие мастера. Также, благодаря этим приёмам, ваши картины будут смотреться намного эффектнее по сравнению с другими художниками, если вы будете выставлять их на выставку. Сегодня мы рассмотрим такие приёмы. Спектральные слои. Написание картины с помощью банок эмалевой краски. А теперь обо всём этом в подробностях. Спектральные слои. Что это такое? Это краска, которая нанесена на холст. Она может быть нанесена в трёх-четырёх слоях, может быть двумя слоями. То есть, благодаря большому количеству слоёв и разной плотности этих слоёв, живопись приобретает очень сложную цветовую гамму. Иногда, благодаря спектральным слоям, мы можем засветить определённые участки картины. В этой картине я использовал спектральные слои для написания вот этого дерева, которое поросло мохом. Старинное дерево, поросшее мохом в лесу. Сначала я нанес краску, жёлтую, ярко-жёлтую и ярко-белую краску. Подождал, пока она высохнет. И во второй приём, нанёс лисировочную краску тонким слоем масляной краски, разбавленной с растворителем. То есть, я нанес зелёные цвета и голубые цвета. Благодаря этому, луч света, проходя сквозь тонкий слой рисировочной краски, отражается от жёлтого, от ярко-жёлтого и ярко-белого. И у нас в картине мох как бы создаётся впечатление, что этот мох светит. Этот же принцип можно показать на вот этих стаканчиках цветных. То есть, представим себе, что первый слой у нас красный цвет. Мы нанесли краску красным цветом. И вот, я вставляю первый слой в прозрачный жёлтый стаканчик. Краска у нас сразу же изменяется, становится более оранжевого оттенка. Вот это вот принцип спектральных слоёв. Итак, вот мы покажем сейчас спектральные слои на засохшей палитре. Это хороший предмет отнёт, что на палитре краски уже засохли, и можно спокойно делать второй слой. То есть, для спектральных слоёв обязательно, чтобы первый слой краски должен быть высохший. Я беру жёлтый цвет с растворителем. Вот я сейчас беру и размешиваю его с растворителем тоненьким. И делаю вот такие мазки по белому. И вот у нас получается как будто бы светящий. Получается прозрачный. И довольно красиво смотрится. Необычно. Вот, например, я захожу на жёлтый с голубым. Тоже наш цвет становится более сложный и более живописный. Это придаёт картине живописность. Вот тот же приём, только уже с более густой краской. Вот у нас есть засохшая зелёная краска. Я беру жёлтый, прямо весь. И вот так вот покрываю. То есть, вот он у нас становится более сложнее и интереснее. По своей цветности. Вот так вот. То есть, краска идёт на покрытие, на просвет. И просвечивается. Таким образом, у нас получаются несколько слоёв. Следующий эффект, эффект разлятывания красок. Этот эффект применяется контемпорами, художниками. Современные художники, вот такими, как, например, американский художник Полок применял этот эффект. У меня есть две банки с эмалевой краской. Я купил их в хозяйственном магазине. То есть, эффект создаётся очень просто. Я проделываю в банке отверстие шивом. То есть, отверстие не должно быть очень широким. И благодаря этому отверстию краска равномерно вытекает. Если вот эту баночку с отверстием вот так вот интенсивно и ритмично раскачивать, краска из этого отверстия под силой гравитации начинает вытекать вот такими вот струйками красивыми. То есть, довольно интересный и красивый эффект, который используется в живописи. В этом видеоуроке вы узнали о интересных секретах, которые я рассказал вам, которые я узнал от своих художников, друзей. То есть, мы общаемся, мы делимся секретами. И это абсолютно нормально. Сейчас нужно в дружине делиться. Обязательно помогать друг другу. В следующем уроке мы, по-моему, должны говорить о стилях, которые используют художники. В стилях, техниках и эффектах. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok